Треть россиян поддержала идею переселить японцев в Россию. Интерфакс публикует результаты социологического опроса, согласно которому 34% россиян за, 43% против, а остальным все равно. При этом наибольшую поддержку идея переселения японцев находит у жителей Дальнего Востока. Те, кто высказывался за, отмечали, что переселение японцев помогло бы нашей стране наладить высокотехнологичное производство, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни. Вот пара цитат из пояснений участников опроса, проводившегося на рекрутинговом портале. «Японский народ добропорядочный, умный и трудолюбивый. Японцы помогут нам стать лучше. Мы сможем многое позаимствовать у них». Кроме шуток, с каждым днем все больше кажется, что идея переселить японцев не такая уж и анекдотичная. Владимир Боровой с последними новостями из Японии. Володя. «Коллеги, здравствуйте. Ну, судя по последним новостям, переселяться со своих островов японцы все-таки не собираются. Хотя эксперты и посчитали, что для восстановления страны после стихийного бедствия им понадобится 5 лет и около 180 миллиардов долларов. Согласно последним объявлениям властей, погибшими и пропавшими без вести считается более 13 тысяч человек. Эти цифры будут уточняться по мере того, как спасатели будут дальше разбирать завалы. Сейчас, напомню, в Японии действуют спасательные бригады из десятка с лишним стран. Самые крупные отряды прислали Россия, США и Южная Корея. Уцелевшие жители пострадавших районов испытывают серьезные трудности со снабжением водой, едой, медикаментами и топливом. В некоторые населенные пункты по-прежнему невозможно добраться. Разрушены дороги и мосты, а кроме того, кое-где еще не спала вода. Многие, кстати, считают, что японские власти не слишком расторопно помогают своим гражданам. С другой стороны, у правительства сейчас есть, как это ни печально, гораздо более серьезная проблема. Это авария на атомной станции «Фокусима-1». Она по-прежнему приковывает всеобщее внимание, и с нее продолжают поступать довольно противоречивые сведения. Вот есть, например, официальная информация. И в данный момент названы главные активные источники заражения радиационного. Это второй реактор, третий реактор, а также бассейны с отработанными топливными элементами на территории третьего и четвертого реакторов. Появилась инсайдерская информация, что вроде бы удалось справиться с системой охлаждения первого реактора, и вот-вот получится утихомирить второй. Однако в то же время французские, а вслед за ними и американские специалисты, склонны рассматривать самые худшие сценарии развития дальнейших событий. И французы вот даже заявляют, что у японского правительства осталось не более двух суток на то, чтобы хоть что-то сделать со своей атомной электростанцией. И еще проходило сообщение о том, что официально теперь увеличен срок нахождения рядом с АЭС, срок и количество радиационного облучения, которое можно получить работникам, сделано это для того, чтобы они могли больше проводить времени там, ну то есть больше заниматься ликвидацией последствий аварии. До этого с этим были проблемы. Вот японцы такие, если нельзя по инструкции, они туда, собственно, и не шли. И, естественно, все вот эти новости, все события, связанные с АЭС, очень сильно отражаются на, я сказал бы так, моральном, на боевом духе, на моральном духе людей, которые живут на Дальнем Востоке, потому что все время боятся, что вот-вот изменится роза ветров. И те радиационные осадки, облака, которые в данный момент с Японии идут, полетят. Они сейчас летят в сторону США, вот они якобы должны полететь в сторону Приморского края. Это все не так. Вот сегодня гидрометеоцентр России опубликовал данные, согласно которым в течение ближайших двух дней ветра будут дуть таким образом, что, конечно же, какой-то радиационный след все-таки дойдет, причем это будет где-то в районе Камчатки и Чукотки, но уже там будут очень небольшие значения радиоактивного заражения. И вот в этом связи, в этой связи даже вот возникают слухи на Дальнем Востоке, что якобы губернатор Приморья всех своих родственников, в частности вот жену свою Ларису Белоброву, которую вы только что наблюдали, отправил в какие-то заморские края подальше от радиации. И сама Лариса Белоброва выступила с опровержением этого. Она заявила, что она по-прежнему во Владивостоке, она по-прежнему исполняет свою, то есть по-прежнему играет в театре, она актриса Кривого театра, и никто никуда не уезжал. Правда, вот никаких подтверждений, кроме интервью газетам, больше никаких подтверждений этому факту у нас нет, кроме того, что высказалось журналистам Лариса. И, наконец, еще к ситуации в самом Токио, в столице Японии. Дело в том, что там в связи со всем происходящим, и в частности с тем, что не хватает электроэнергии на всю страну из-за аварии на АЭС, ожидаются блэкауты. И это, конечно, просто какая-то катастрофа, потому что представить себе футуристический мегаполис Токио без электричества можно с большим трудом. И непонятно, как вообще там будет все функционировать, ездить лифты, поезда. Вот такая в данный момент ситуация. Оставляю вас с этой информацией дальше, коллеги. Спасибо, Володя. Владимир Боровой о том, что происходит сейчас в Японии. Дождь. Оптимистик чаннел. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз. Континент ТВ в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru ДТВ. Продолжение следует... Д Wohnать.